Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Напоминаю вам, подписываться на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать, когда будет или прямой эфир, или новое видео выйдет на вашем канале, любимом. Ну и, конечно, традиционно прошу, молитесь за нашу работу и поддерживайте нас финансово по возможности, по расположению сердца. Сегодня я записываю это видео, я хочу обратиться к вам, чтобы вы увидели еще раз, посмотрели ту ситуацию, которая сложилась в церкви в городе Орске, мы уже показывали вам и пастры Валерия, и общину, вот там разные события происходят, есть разные изменения, но это первое видео, которое они записали после того беспредела, который обрушился на них, и аресты, и давление на людей, на членов церкви, наезды со стороны органов власти, органов правопорядка, много всего было, он рассказывает об этом, рассказывает эмоционально, потому что его сердце болит, переживает, и у них даже созрело решение, они, как он говорит сам, будут подавать и просить убежище в каких-то других государствах от того беспредела, который творится в Орске сегодня. Посмотрите видео, мы немножечко, оно есть полностью доступно, его посмотрели уже более 100 тысяч человек, и видят то, что происходит сегодня в нашей стране, вот, а я таким образом тоже хочу поддержать их, мы поставим не все видео, потому что, ну, действительно, там и эмоции, и переживания, и его большое пастырское сердце, вот, они сегодня написали, мне тоже поблагодарили, но мы все вместе должны стоять, мы должны поддерживать друг друга, друзья, нам давно понять это уже, он, вы говорите, что не поддержали вас в союзе, что вы вышли из союза и централизованной структуры, да многие уже сегодня понимают, но боятся, сдерживаются чего-то, а ведь знаете, чем больше вы боитесь, я обращаюсь ко всем пастырям сегодня и общинам, тем быстрее и больше вас будут давить поодиночке, потому что никто не заступится, никто, нет, нет, будут тихонечко сидеть, да, эти сами виноваты, эти буйные, эти больные, эти зараженные, эти еще какие-то, потихонечку навешивайте ярлычки на всех остальных, вот, и посмотрите сами, посмотрите, это крик души уже, вот, не первый год церковь сталкивается, вот, с такими проявлениями со стороны и властей, и города, и спецслужб, и всего остального. Друзья, давайте объединяться, давайте будем вместе трудиться, как бы мы ни назвались, я приглашаю всех стать частью Национального Евангельского Альянса, трудиться, строить отношения, строить братство, потому что некоторые уже уклонились от этого, вот, но все равно у Бога есть, у Бога есть всегда его остаток, его люди, его дети, вот, и не думайте, что все. Некоторые пишут в комментариях, говорят, что мы думали, что уже все с Россией покончено, что точку Бог поставил, да нет, Господь никогда не ставит точку, до своего второго пришествия всегда есть надежда, всегда есть шанс у нас, и всегда есть люди, всегда есть верующие, всегда есть малое стадо, малый остаток, вот, которые верны, которые не прогибаются, не сгибаются, которые любят Христа от всего своего сердца. Посмотрите это видео, напишите ваши комментарии, вашу поддержку, ваши молитвы. Благослови всех, Господь! Мы расскажем о нашей жизни, о наших действиях, о том, как мы действовали, о том, как мы обращались к церквам России, чтобы был поднят голос. Мы обращались с 2014 года, мы обращались по ситуации в Крыму, мы обращались тогда, когда все было хорошо еще, и не было такого накала. На сегодняшний день, когда это произошло, ребята и все наши отказались уезжать отсюда, отказались. И я еще раз говорю, для меня это очень болезненно будет, если кто-то из умных русских скажет, что надо было валить раньше, а сейчас вы там кричите там и начинаете караул кричать. Я еще раз говорю, просто я отвечать буду очень жестко в комментариях. Здесь люди понимают, что они говорят. Мы никому не жалуемся, мы не верещим. Мы поднимаем градус, мы поднимаем голос сейчас. И мы здесь остались по той причине, что мы не будем убегать от того, что происходит. Мы не будем убегать от того, что делают эти беззаконники. Я не знаю, это антихрист, я по-другому не могу сказать. Это зло в человеческой оболочке. Это самые-самые такие слова, которые я могу сказать относительно этого. И сегодня, когда гибнут другие дети, другие люди, другие мужья, жены, как хотите, считайте, вы всегда считали нас за сектантов. Вы всегда считали эту церковь, допустим, народ считал ее за недалекую, оторванную, безбожники и так далее. Мы всегда стояли за вас, перед Богом. Равно я хочу обратиться и к церквам, которые обвиняли, обзывали как угодно нас. Политиканами, больными, ранеными и так далее. Мы призывали вас к тому, чтобы вы подняли голос правды. Мы говорили о том, что нас ждет. Годами это говорили. И вы нас, просто об нас вытерли ноги. И не просто не обращали внимания, а вы просто вытерли ноги об нас. А сегодня уже погибают люди. И мы не можем молчать в этот момент. И еще раз скажу, мы забегаем вперед, сейчас такой, знаете, ну, экстренный выпуск. Я скажу следующее, что мы будем сейчас стоять до последнего. До последнего. Если надо, мы сядем в тюрьму за свои убеждения. Мы не поедем воевать. Мы будем отговаривать людей от этого. Мы будем говорить, что это зло. Что убийство это зло. Убивать народ соседней страны это зло. Как мы говорили, так и будем говорить. И если как угодно считать это. Политика это и так далее. На самом деле сейчас на тону чьи-то жизни. И сколько мы успеем, мы скажем. И смотрите, и я забегаю вперед тоже, как анонс скажу. Сегодня мы находимся в таком состоянии. Мы церковь, мы общность. Мы никого не отдадим. Не получится так. Одного посадили, другие замолчат. Вообще так не получится. Просто не получится. И мы не отступим от этого. Но на сегодняшний день мы видим. И мы признаем одну вещь. Что народ России, наверное, сделал свой выбор. И я представляю, какие будут комментарии под этим видео. Вы сделали выбор. Вы голосуете за это. Вы за то, что происходит. Вы за мобилизацию. Вы за войну и так далее. А мы против. Мы против этого всего. И мы остаемся на этой позиции. Но если это ваша страна, если вас 90 процентов, а мы эти 12 лет призывали вас. Мы 12 лет терпели. Вы все это услышите в дальнейших видео. Терпели эти обвинения в экстремизме. Постоянно возобновляемые уголовные дела. Какие-то аресты у нас уже, видите, начались. Постоянно издевательства над церковью. Постоянно кошмарили людей, когда сюда приходили. Постоянно все это было. Если вы считаете, что это все, на что мы способны. Нет. У нас всегда есть выход. И мы говорим вам. Если это ваша страна, и вы определились. Вы согласны с этими людьми, которые сегодня управляют всем тем, что происходит. Этим беззаконним. Я отзаводим словом. Беззаконним. Ложью. Грехом. Проклятием, которое пришло на эту страну. Если вы согласны. Хорошо. И мы вас раздражаем. Мы как были для вас вот этой вот занозой. И сейчас мы являемся. Хорошо. Пусть это ваша страна. Но тогда мы как граждане. Мы не хотим разделять с вами эти вещи. И тогда у нас есть выбор. И мы сейчас... Я забегаю вперед. Можно я... Мы хотели в конце это сделать. Но я сейчас скажу об этом. И мы заявляем о том, что мы будем обращаться в посольство Соединенных Штатов Америки. В посольство Украины. И, наверное, я неправильно сказал. Во-первых, в посольство Украины. И, во-вторых, в посольство Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы нам предоставили неполитическое убежище. Пусть это будет формально так и выглядеть. Но мы никуда не бежим. Чтобы нам могли предоставить, чтобы мы как церковь могли выехать и жить в стране, где... Не идеальная страна. Не то, что там все хорошо. Но там, где права и свободы граждан есть. Там, где есть гражданское общество. Там, где не издеваются над людьми. Там, где не врут им с утра до вечера. А потом издеваются, еще убивают их. А когда ты сопротивляешься, еще объявляют тебе беззаконникам или преступникам и на 10 лет сажают. Мы хотим жить в нормальной стране. В нормальной стране. Мы будем просить, еще раз говорю, не убегать. Не убегать. Но, коль так пошло, и если это ваша страна, пожалуйста. Мы не приветствуем какую-то грубую силу, как это делаете вы. Мы не хотим быть занозой в вашем большинстве. И я обращаюсь сейчас к Российской Церкви особенным образом. Я хочу сказать вам, мое оценочное мнение с болью в сердце просто. С болью в сердце говорю. Вы ответственны за то, что происходит. Вы ответственны, я вам говорю. Годами вас предупреждал. Вы ответственны. Потому что молчали. Я виню Церковь. Российскую Церковь. Все, я как говорил, в глаза говорил, сейчас говорю всем. Я уверен в этом. И когда мне говорили, слишком много на себя берешь, может быть, я сомневался. Но сейчас я уверен в том, что я говорю. Я уверен в том, что я говорю. По этой причине я, вот, русский народ, я не отношусь к нему вот с такой позиции. Но мы взывали и к вам. Мы говорили к вам. И так далее. И все, что мы видели, это смешки, плевки и несогласие. У вас своя религия или еще что-то. Да она, какая бы она ни была религия, дело не в этом. Есть вопрос чести, достоинства, правды. Это простые, примитивные, детские вещи. По этой причине Церковь приняла решение это. И Церковь просто как единица, она будет просить посольства предоставить возможность жить в другой стране, вкладываться в другую страну, работать там, развиваться там, дальше продолжать строить Церковь. Эта Церковь, она, ну, она не умерла, она есть, она в людях. Нам прописка российская это не нужна. А вы оставайтесь здесь, наверное, вам без нас будет, наверное, легче. Вы все будете согласны в едином порыве, будете строить свой Советский Союз, будете лжить во лжи, говоря, на черное-белое, на белое-черное. И, ну, знаете, а мы уже, ну, скажем так, не будем вам портить здесь статистику.